Приветствую всех на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Показывала вам уже больше месяца назад, что была у меня орхидея, реанимашка, срезала ей верхушку, по-другому спасти ее не получалось, корни просто сгнили. И оставалось на тот момент у меня два листика. Вот этот вот один вырос чуть-чуть позже. И на двух листах вырос вот так удивительно корень. И орхидею эту я поставила до того, как вырос корень, вот емкость, глубокая вазочка, на дне водичка, листьями в воду. Когда нет вообще корней, тогда мы ставим листьями в воду. И закрыла вот полиэтиленовой пленкой, из которой сделала много дырочек. И вот таким образом у меня стояли эти два листа, наверное, больше месяца. После чего вот здесь на стволике, смотрите, вырос корешок. Когда я вам показывала, корешок еще был маленький. Но и так как листья вот таким образом стояли, влажность, вода была внизу, то, естественно, корень, видите, завернулся и стал расти в сторону воды. После чего из одноразового стаканчика я сделала вот такую конструкцию, именно с той целью, чтобы развернуть корень. Чтобы он стал расти вниз, когда я ее посажу. Но неделю назад у меня начал желтеть один из трех на данный момент листиков. Конечно, для орхидеи, у которых всего лишь три листика, это критично, это мало. Лист начал желтеть, я думала, он будет просто тянуть питанием и усохнет. Но буквально вот сейчас заметила, смотрите, он прям почернел с этой стороны, почернел у стволика. Лист этот уже сейчас надо снять. Я тоже вам не один раз уже рассказывала, что иногда, пока нарастишь корни орхидеи, поменяешь вот этот способ наращивания несколько раз. Ну вот, пока я крутила, смотрите, этот лист у меня сам и отвалился. Вот так. Он не сгнил. Он все-таки изначально видно, что он высушен, высох. А потом уже пошло вот это вот черное гниение. Но эту конструкцию, конечно же, я хочу оставить, но зачистить шейку. Ну, по крайней мере, но сформированную шейку. Видите, она у меня вот такая. Я хочу убрать этот лист. Для этого снимаю вот эту мою конструкцию из одноразового стаканчика, чтобы нам ни в коем случае не повредить этот единственный корень. Он для нас очень и очень дорог. Так, все, сняла. И сейчас аккуратненько, пока не закаменела вот эта часть листа, можно снять. Потому что ее, если мы оставим, буквально через месяц она станет как каменная, такая очень-очень твердая, и снять ее будет достаточно тяжело. Все, вот это мы просто выбрасываем. И смотрите, что у нас с вами по факту осталось. У нас по факту с вами осталось два листа только. Благо, есть вот эта часть стволика. У нас с вами вот есть один корень. И я вижу вот сейчас, когда я сняла, сейчас приближу, вот видите, потемневшая точка. Вот так прорастают от шейки новые корни. То есть здесь, скорее всего, будет расти сейчас новый корешок. Эти листья вот в таких белых разводах, это от того, что стоят в воде, в соли воды, они где-то вот так скапливаются. Ничего страшного. Но при этом смотрите, когда листья у нас стоят в воде, хороший держится туркар. Потому что если я ее разверну вот таким образом, листья могут потерять туркар. Даже прикрыв сверху этот горшок, вазон, пленочкой, сделав дырочки, все равно листья могут потерять туркар. Сейчас у меня есть два варианта развития событий. Первое. Я ставлю вот на эту выемку орхидеи вот таким образом, уже листьями кверху. И этот корешок как раз развернется, расти вниз к влаге. Но орхидея может потерять туркар. Уже проходили это не один раз. Плюс ко всему, видите, какая шейка. То есть мне придется ее поставить вот на часть даже вот этого корешка, чтобы он не обломался ни в коем случае. Этого делать не буду. Первое время мне за этой орхидеей надо будет очень хорошо следить. Я смотрю, что у меня здесь такое образовалось. Липкое, грязное. Даже не знаю, что это такое. По сути, был тот только корешок. Орхидея это вообще ни с кем не контактировала. Ничего не было. Но вот такой у нее сок. Бывает такое, что орхидеях на листьях, как вы мне пишите, бывают вопросы, что появляются липкие пятна. Что это такое? Как вариант, может быть, тоже здесь были липкие пятна, где-то что-то выточкалось. Посмотрим, наблюдаем. Значит, сейчас что я делаю? Во-первых, вот эту вот воду в этом горшке я меняю раз в неделю. Растает кипяченая вода. И я вам рассказывала, если орхидеи поливаю свои комплексные удобрения, какие-то витамины, по листу эта орхидея тоже у меня все получала. Просто наливала здесь небольшое количество, и вот так оставляла на сутки. На следующий день поливала и наливала простую воду. То же самое буду продолжать делать сейчас. Но если я только увижу, что лист начал желтеть, потому что, видите, вот этот лист больше в воде находится, этот не находился в воде, он такой достаточно сухой. Этот лист, который у меня обвалился, был в воде, вот на этих двух листах держалась. Ставлю в воду. Если увижу, что желтеет, все, вариантов у меня не будет. Надо будет вот таким образом мне развернуть и поставить орхидею, наращивать корни. Но еще хороший вариант, вы знаете, я использую много лет, показывала у себя на канале уже много лет, результаты показывала. Ребав экстра, который мы обрабатываем именно шею орхидеи, когда необходимо нарастить корни. И несмотря на то, что мы сейчас видим, здесь вот прорастет корешок скоро, все равно я обработаю орхидею препаратом для наращивания корней. Смотрите, у меня препарат хранится в таком шприце, потому что когда вы вскроете ампулу, которая здесь есть, ее второй раз закрыть нельзя. Вот так вот она сделана. Поэтому я набираю для хранения в шприц. И сейчас просто вот на кисточку, она здесь прямо у меня лежала, и немножко обработаем шейку. У меня такой вот инсулиновый шприц, и знаете, что я подумала, что я смогу в прыск сделать вот прям вот так, со шприца, чтобы мне на кисточку наносить. Посмотрим, пойдет, не пойдет, что у меня вообще не идет шприц. А потом я уже кисточкой просто размажу. Так, ну, о, видели капелька? Все, этого достаточно. И сейчас кисточкой просто вот это размажу. На вот этот корешок мы не попадаем. Обрабатывать корни этим препаратом нельзя. Только чисто вот здесь вот шейку вот так обрабатываем. Все. Даже вот по корню, который здесь вот идет, я не буду. Немножко так размажу. Чуть-чуть добавится такое впечатление, что, знаете, я кисточкой просто вытерла. А вот эти капельки вот так и оставлю. И так как будет идти расти новый корень, где это моя конструкция, возвращая ее, чтобы он сразу формировался и шел расти в эту сторону, чтобы я могла посадить орхидею. Потому что даже если бы я сейчас, например, на мух хотела поставить эту орхидею, посадить ее где-то в грунт. Видите, это не представляется возможным из-за этого корня. Мне его надо развернуть. Поэтому возвращаем конструкцию для формирования корней. Я вам очень много уже показывала, мне кажется, способы, как формировать корни орхидеи, как направлять воздушные корни, расти в грунт. Самое главное, когда мы надеваем, это обойти вот этот корень, чтобы я его не поломала. Достаточно жестко. Эта конструкция держится в какой-то пластик такой крепкий для одноразового стаканчика. Сейчас. Оп. Все, надела. Отлично. Вот так. Я уже думала поставить эту конструкцию вот таким образом. Вот ту ступенечку сейчас уберу. Вот туда, да? Но нет, не получается. Не держит эта конструкция. Надо будет, если что, придумывать что-то другое, чтобы вот так поставить, чтобы шейка не стояла, корни не стояла вот на том, вот этой вот выемке, а чтобы хорошо держалась. Ну, если придется придумывать, то уже буду на тот момент придумывать. Сейчас пойду помою вот этот вазон. Вазон я вымыла. Воду чистую, прокипяченую налила. Все. Возвращаю эту орхидею. Опять же, стоять в воде. Вот таким образом. Кстати, когда вот этот лист начал у меня желтеть, первое, что я сделала, я сразу сняла вот этот полиэтилен. Потому что, понятное дело, вот эти вот пятна, да, это идет от повышенной влажности. Поэтому может быть, и даже не может быть, а сегодня я уже не буду закрывать вот этим полиэтиленом листьям, не буду создавать повышенную влажность. Как бы там ни было, корень у нас есть. Влага вот есть, будет уже по листьям поступать для орхидеи. Но чтобы они именно не вот так, не начали подгнивать, не закрываю. Оставляю постоять орхидею таким образом. Ну что, я думаю, недели две и будет понятно. Три даже. Что у нас здесь с корнями. И тогда покажу вам уже, какой есть результат. И очень рекомендую, перейдите посмотреть. У меня здесь есть видео, где я вам показывала разницу, в каких случаях я использую ребаб экстра, чтобы нарапстить корни орхидеи, а в каких случаях циркон. Тоже замечательный препарат. И тот, и тот препарат, он стимулирует рот корней орхидеи. Но используется в разных случаях. И вот чтобы понимать эту разницу, понимать, когда такой препарат применять, перейдите, посмотрите это видео. Ссылочка сейчас будет прямая в конце этого видео. Будет прямой переход. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok